привет друзья гляньте что у нас делается мало нам грязи болота мало нам не урожая на тебе опять а я воно только вышла думаю пойду сейчас все поснимаю что я там наделала в огороде не удалось гляньте какой ливень стою в теплице я уже выскочила теплицу закрыть думаю еще двери вырвется потому что ветер смотрите повалял вам все мои лейки все 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 только ведра с водой устояли остальное все попадало выйду на ум покажу вам что с той стороны а я там уже клубы пополола хотела что-то вам показать интересное не знаю можно закончится дождь да еще покажу надо как-то бежать домой и сразу главное что холодно сегодня была такая жара жуткая 30 опять все домой что дождь чуть-чуть стих но продолжает идти и уже все смотрите видите стоит вода потому что вода это не успевает не высыхать никуда не уходить ничего залезь повалила видите ветер такой сильный был такой толстый ствол и повалила надо подвязать если не сломался он конечно блин как это все задолбала погода непонятно какой-то пакет принесло пакет опять мои качеты сюда принесло господи ну что это такое за наказание и помыть я их никак не могу собрать туда и убрать за место боже их надо все вымыть надо время вон из ведра представьте пакет мусорный вон выкинула под куст ну это обычный мусор складывать перчатки порвались что-то складываю в этот ну пакет стоит в ведре чтоб не падало я складываю туда мусор даже надо ветром вынесло потом выбрасываю когда мусорная машина там по субботам каждая вторая суббота у нас ой месяц и вторая и четвертая суббота мусорка я еще из окна смотрю и думаю а что это голубое такое лежит под кустом ой друзья короче в этом году ничего вроде не выросло картошки щита нету погибло там в тик токе кто-то мне написал что тоже и лука нету и картошки нету вообще никакого рожая от избытка воды смотрите я прополола тут вон смотрите какую красоту навела все выпало красиво блоксы тут зацветают пахнут здесь тоже прополола и уже и палку эту убрала от гортензии думала она уже ей не нужна видите алису вокруг белую а тут гортензия вот как она называется лимс ред видите какая обросла уже хорошенько так эту клубу я еще не прополола тут тоже у меня что-то одни голубые статицы но там еще некоторые не цветут ой одни желтые может будут голубые не знаю вот эту клубочку прополола и что опять ливнем смотрите все цветы мои уничтожила уничтожила просто уложила уломала и все и все поломала на большую видите что делается это да здесь я только успела по краешку прополоть вот так вот большую траву видите по краю вырвала вырвала и смотрите какая-то красивая острочка собирается уже вон зацветать она желтенькая так самое интересное конечно это случилось дальше сейчас я вам покажу я здесь тоже большую больше траву вырывала здесь надо наводить порядок здесь все заросло у меня ну такое экстремальное лето но здесь случилось что-то тоже очень экстремальное как тут мне залезть этот радость тут все зарастил чтобы вам показать это анимона смотрите какая высокая вся в цветах красивая тут сидит что я вам хотела показать помните я вам рассказывала про пион который мне дала Люда видите он не рос не рос потом из этой все таки буйбочки которая сидела в земле он дал вон поросель и эта поросель собирается зацвести и гляньте какой большущий бутон обалдеть даже такого не было чтобы здесь за гаражом где засуха была мокра смотрите это явно не от засухи а от воды вот такие вот листики видите и сегодня опять влило дождя и улитки зато вон какие жирные здесь никогда не было мокроты даже здесь мокрота можете себе представить ну когда затвечет пион представьте к августу в августе зацвел пион вот это будет конечно прикол но я так рада что он выжил здесь и как то ж мне надо будет его аккуратно пересадить а там такое корневище было такое вот прям длинное как морковина большая и вот она дала видите один отросточек дала очень поздно долго долго не давала его это в прошлом августе где то я его посадила вот такое интересное чудо гляньте я вчера вообще обалдела как увидела этот бутон чуть не обамляла видите вылезла из этих дебрей я уже сегодня сама для себя решила что все я больше не переживаю я больше не парюсь по поводу огорода да ничего не выросло ну и что пускай не выросло главное здоровье ничего я не собираюсь тут спешить тут что-то делать выпалывать пропалывать как случилось так случилось все все это из-за погоды и буду потихоньку похолодать буду потихоньку по одной грядочке наводить порядок уже как к осени на зиму уже все облагораживать новые грядки придут мне в августе все начну делать так как мне надо уже на следующий год наводить какую-то красоту и какой-то порядок не собираюсь париться что не вырос лук там не выросли огурцы картошки нету ну и что выкопаю все прикопаю посею траву и все ничего даже не собираюсь об этом даже думать посмотрите гелиотроп какой красивый ну и вот тоже бедному видите сегодня приложила дождем конечно такой дождь лил что даже я подумала град короче я же испугалась пока сообразила что надо бежать теплицу закрывать быстрее оделась вон там именно это купились скоро астры зацветут и здесь тоже будет красиво ну если где-то астры погибнут ну погибнут что поделаешь ничего не поделаешь опять мои цветы только недавно все подымались опять их все уложила видите как лежат лежат мои цветочки вот такого жуткого ливня помните я показывала розочка это отсвела и я удалила все бутончики обрезала смотрите она вся опять на бутончиках вот такая красивая лилии надо обрезать отсвели и можно кстати и рассадить ну не выкапывать луковицы чтобы их там сушить а потом высаживать в конце августа а можно сейчас прямо вот с этой всей зеленью посадить в другое место и вон та розочка зацвела гляньте в ней вообще был один там или два цветочка она бедная плохо перезимовала и смотрите сколько на ней сейчас много цветов опять отросло все-таки жаркое лето для роз это конечно кайф полный видите эта роза такая пахучая такая пахучая Алена тебе привет твоя любимая роза цветет и пахнет ой боже как она пахнет просто обалдеть просто обалдеть очень пахучая ой как тут вылезти залезла вылезти не знаю как ой ну вот здесь где более сухо будут тоже цвести астры скоро и тоже будет красиво смотрите они уже все на батончиках на батончиках трава вырвется ничего страшного трава своего рода спасает от излишней влаги я так считаю а у меня же сегодня еще было в планах я уже собрала в эту самую баночку все семена посеять дайкон там где у меня есть места свободные посеять дайкон у меня было в планах редиску петрушку еще укропа посеять но не получилось ну ладно что поделаешь не получилось так не получилось я же забыла вам показать я вчера там перец прополола замульчировала его подкормила бродилкой и эти петунии пересадила сюда на капусте свободных мест много тут нарисовалась я пересадила петунии видите сегодня конечно жара была но захотят жить будут жить видите они тут вялые такие стоят вот я их полила и просто сюда высадила а большие просто вырвала думаю зачем они там у перца отбирать питание и сегодня я та самая еще подумала ой наверное уже все дождя не будет уже к прогнозе дождь отменился и на целую неделю опять жара я такая посыпала капусту табачной пылью думаю посыплю посыпала называется называется перевела табачную пыль сейчас тут вот сбоку приоткрою покажу вам как там красиво получилось смотрите какая красота замульчировала травкой все подкормила и сюда видите вон перец мокрый тоже дождь проливает такой ливень через подбонд и вон перец упал хотя я его вчера и подвязала видно что он на веревке висит но он упал но уже не буду открывать подбонд с той стороны уже открою завтра подвяжу перевяжу его вчера один перец сорвала саша сделала салат перец помидор огурец и этот самый сорвала мангольта листика так он меня спрашивает у меня бураков салат нарезала я говорю какие бураки это ж мангольт ты что забыл мы всегда его ели только в этом году он очень чахнул а еще забыла вам показать здесь в болоте смотрите даже укроп загнулся видите пропал даже укроп здесь вот это да надо срочно вот этот укроп вырвать потому что этот начинает видите он снизу загибаться надо вырвать хотя бы сколько-то заморозить я там запланировала посеять на более высокую грядку еще чтобы был укропчик попозже так что вот так друзья видите какая у нас обстановка дурацкая жара потом и заливает завтра если будет тепло значит будет парить духота влажность высокая а вы знаете что влажность всегда повышает температуру от чего берется прогноз например плюс 30 ощущается как 34 из-за высокой влажности это ощущается намного больше оказывается так вот такие вот дела друзья 5 мэмарант вон привалила один поваленный я вырвала второй повалила вон видите не дает ему подвести погода никак так что все друзья вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока 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 Продолжение следует...